Девушки отдыхают Судья не наш, судья сидит в Швеции, поэтому, ну, занят, ладно, не предупредил, что матч-то стартовал Друзья, вторая карта, карта ДКш, 1-0, без шансов от Фнатик на Инферно И на второй уже, вот, Фнатики пикают в сторону атаки И, походу, выбрали ее сами, я не знаю И, ну, просто пистолетку, скажу сразу, отыграли Они великолепно, потому что даже бомбу не поставили, заставили французов бегать налево, направо Но вот на эко продолжается все то же самое Два безответных фрага в исполнении французской команды И уже шведы должны потеть и как-то стараться выкрутиться из этой ситуации Вот команда NV, такое ощущение, что это какие-то, прямо, я не знаю, вот, ультра-чайки Потому что... Эко-мастерс Эко-мастерс, да, нереально, как чайки просто четвером стягиваются, чтобы задавить одного Потом бегут всей бандой на другой отрезок карты Тем не менее, после сложной ситуации удается благодаря флюше вылезти из этого минуса И ребята пытаются работать вместе с бомбой, оставаясь на комфортных позициях в центре 40 секунд, которые, в принципе, как бы намекают, что открываться рано или поздно придется Только куда Ну вот на хэппи открываться, конечно, не самый лучший вариант У него еще и позиция такая поудобнее А вот бэпленд был бы, наверное, лаком Да и вообще у хэппи девайс, армор, флешка Так что выйти на хэппи будет, как по мне, ошибкой Ну вот фнатики как раз-таки отправляются в руки к хэппи Хэппи, не своевременный выход И флюша с легкостью с ним расправляется Вот видели вы эти самые лучики В итоге фнатик действует внимательно, открывая А Став, ставят бомбу, но сначала чекают пятачок Ну и на 10 секунде все это, в принципе, происходит До конца раунда, 35 секунд есть у Киашимы Ну и тут угадай мелодию И флюша угадал Кстати, вчера, вот, для тех, кто не смотрел карту кэша Свяжу вашу память, друзья, флюша выпадал по полной По крайней мере, в основное время На овертаймах более-менее проснулся А вот в сыгранных 30 раундах флюша принимал какое-то косвенное участие И вот, знаешь, он снимал на камеру киломейтов Как они мансуют, тащат раунды А сам, сам просто был действительно режиссером и оператором Но самая главная пара раундов, буквально пара Даже, может быть, три раунда, где флюша сыграл Это были самые важные раунды для шведов И где-то местами именно благодаря ему все получилось, как получилось Так, попытка подкушать бэй, тут уже Фнатик просто ой Ну, Джейви, как разобрался, ошибка от Смитса Неужели Джейви не заберут? Не, какой ты че, Джейви сейчас третьего гранатка и пойдет за четвертым Просто фантастика Как, ну вот, откровенно повезло Джейви в этом моменте В любой другой день это был бы изи фраг Я бы сказал, откровенно не повезло французам Потому что Джейви просто, исходя из ситуации, реагировал Практически зная всю, которая есть А вот... Юра, что ты смотришь? Параллельный матч и поглядываю, что там происходит Тим проперли против... Проперти против Дигнитас Проперлись против Дигнитас Эх... Ну ладно, у нас все равно финал, друзья, на кону 6 тысяч баксов И даже 5, по-моему, тысяч баксов Ну, по тысяче долларов, в общем-то, на человека будет у победителя в этом финале Пока 1-0 в пользу Фнатик и... Ну и посмотри, решили сразу, быстро, мгновенно, под раскидку А может быть даже на контакт выйти на апплент И смеется, уже есть опенфраг На Б-пленте находит Флюшу Ну, Флюша сам позволил себя убить Кен Би Кенни выпустил дверь Рано действовал Кримс Но все равно звено открывается, атакующий звено Швейна Как грамотно действует Хэппи Вот предугадать то, что Хэппи уже за погрузчиком Практически нереально, но Олаф Мейстер это делает Кому нереально? Олаф Мейстеру реально А вот предугадать то, что в спине уже Шокси Вот это точно нереально Какая... Вот ты посмотри, тайминговая флешка Шокс Забрал Олаф Мейстера Вау, 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 вау Как же они разруливают эту ситуацию Пронок, живи За секунду 2 минуса Смитс 1 в 2 Ну, вот знал бы, сколько здоровья у соперников Я думаю, пошел Не напоминает тебе карту Инферно вот прямо сейчас? Изикаточку ты имеешь? Да, мне кажется, что Фнатик сейчас просто не отпустят А еще, кстати, стоит учитывать, друзья То, что вот после вчерашней борьбы НВС, по-моему, даже выводов никаких не сделали А вот по шведам заметно, что... Ну, вот... Они вчера смотрелись нормально Но сегодня они смотрятся лучше И, скорее всего, они просто пофиксили не какие-то глобальные моменты А просто обсудили минусы которых Ну, посмотрели записи И, наверное, поняли, вот чего не хватало Чтобы просто железно забирать А сейчас просто катают Как... Как, я не знаю Как на асфальту Укладчики по асфальту Ну, пока налегке действительно даются раунды Хотя, вы знаешь, куча неоднозначных моментов Шок в спине Прошлый раунд Хэппи в спине Шок в спине И это... И нет реализации Шок уже делает первый минус Кстати, забирает, опять-таки же, флюшу Ну, а здесь Киокинг работает Работает с 5-7 Ну, и, в общем-то, Кримс тоже умеет работать Поработал Поработал, да Так, ну и что теперь? Изюминка раунда НБК Который должен был занять более опасную позицию Ну, хотя бы сплэнта на запуск Хэппи Хэппи один против троих Ах, вот почему же он выпад-то сейчас не сделал Но он слышал перетяжку Понимает, что бомба не будет идти на Б В итоге выходит в мидл Здесь Пронакс Черт возьми, остался бы в винте Либо выпал Мог бы хотя бы минус сделать Знаешь, сегодня не узнаю французов вообще Вот то, что было вчера, куда-то развеялось Или просто фнатики разбили Всю уверенность команды НВС А мне кажется, что НВС не палятся просто Не палятся, перекотовятся Но до Котовицы еще далеко Но не так далеко, как... Понимаешь, вот в чем дело То, что фнатики тоже не особо показывают Каких-то супернашифрованных раундов Они просто вот на перестрелках выигрывают сейчас у французов Или в индивидуальных моментах Где вот, ну, Кримс, Пронакс, опять же, 2 в 3 Да, да, именно так Были в замке, но выбились Только за счет личного скилла и ничего больше А когда шведы играли по-другому? Они 10 лет назад так же играли Просто на все требовалось время Сначала были стратегии Но вот сейчас уже... Сейчас уже все возвращается на круги своя И снова шведский Counter-Strike действительно самый скилловый По наблюдениям Вот с долей таланта на самом-то деле играют шведы Вот задротство оно задротством Но все-таки я считаю, что у фнатик действительно 5 талантливых игроков И капитан, который все свои амбиции реализовал именно в этой игре В 1.6 не получилось здесь Я бы сказал, капитан, которому откровенно повезло Действительно, собрать вот такую четверку сильных стрелков очень непросто Особенно сделать их единомышленниками И привести это все воедино Чтобы механизм работал без ошибок Это, кстати, его второй рабочий состав Первый состав, который выиграл DreamHack Он был немножко другой Там играл Шнейдер Ну, здесь, как видим, долгим холдом под бей серии разменов Все-таки Энби смогли взять свое 5-1 Первый девайсный со второй попытки Забирает НВС Седьмой раунд у фнатик денег Ну, вот, я бы не сказал, что много Но они берут 2 ВП и тратят практически все под корень Хотя, скорее всего, пытаются просто выровнять экономику Ну, кстати, посмотрим, как будут разыгрывать раунды в атаке С двумя снайперскими винтовками Где будет действовать JV, где будет действовать Олфмейстер Ну, скорее всего, изначально будут отталкиваться от респаунов У Энби занятием не было Кстати, каждый девайсный, они идут втроем на центр, занимают его А здесь была та самая подсадка, которая вчера просто парализовала попытки Попытку Энби Кея пробежать на аплэн, чтобы помочь своим тиммейтам Здесь, как видим, этого не произошло Ошибается фломастер И Кримс, по-моему, сейчас туда же будет падать Поверили, что в двери больше никого нету Добыть не может, черт возьми Флэшка Есть Вэксел Умирает Так, ну, четко, кстати, под флэшку Киа Кинга выпустили из трубы Забрал JV Хэппи прострелом ликвидирует Кримза Пронакс Хэппи Опасная флэшка и Пронакс Оооо, мой бог просто Ну, последний остался, все Вот, знаешь, по всем фронтам пытались атаковать Снатик И, наконец-то, французы их сдержали Да, молодцом, молодцом Но, опять же, вот я не понимаю, зачем брать два АВП Одно АВП уходит в дверь При том, что оно не играет на чек Оно просто прячется, потом пытается вылезти под тайминг Но дверь открывает именно сторона атаки И понятно, что там кто-то есть И понятно, что туда будут смотреть А второе АВП пытались подсадить и разыграть против Фентрума Либо Медлану, и ничего не вышло Когда можно было просто попробовать хотя бы тупо зарашить Вэпплэн с калашами Ну, если уж тебя принимают Чуть-чуть надо было просто, чтобы понять происходящее Совсем чуть-чуть поменять стиль игры Ну что ж, врыв на Вэпплэн светит для команды НВС Три игрока команды Фнатик находятся уже на исходных позициях Пока автодиректор нам показывает Кстати, по раскидке видно, что что-то серьезное задумали Фнатик Раз... Сколько? Семь? Нет Шесть флэшек, два дыма и одна хаешка в руках Флюша Ну, посмотрим, как реализуют свои гранаты Да и вообще, раскидают Дадут ли раскидать французы? Ой Ну тут игра вслепую от шведов Фикашима! Наказал Наказал, расписал, третьего забрал Какая зверская задумка на шесть флэшек от команды Фнатик Просто вот это гениально Ну, знаешь, наверное, рассчитывали увидеть другую модель защиты Но как раз таки в этот момент Киа Кинг выбрал оптимальный вариант Ну а вот теперь пять калашей Одно ВП у Хэппи и это, по-моему, Б-плэнкнет на А На А, на А, ого, вот это да И смотри, французы, играя с ВП, отталкиваясь от респаунов Проводят раунд специально, по-моему, без медла Так, Смитс Аркадо с Бэпплута, Плюша вообще без шансов дохнет И вот заметь, никакой гранаты, ничего, просто не останавливаясь Давая всевозможную информацию своему сопернику, топая, вот как слон Все равно Смитс делает этот минус А вот Хэппи сделал ошибку и его сейчас изрядно подрихтовали И НБК готов дать размен сразу же после того, как кто-то из игроков нападения откроется Но Фнатик просто терпит Вот реально эти ребята чувствуют тайминг, они ждут удобные секунды для выхода Флешки на центре Тем временем Бомб Кэрри перемещается медно в мейн на шифте Из-за отсутствия продолжительной агрессии под Б-плэнтом Отчасти французы в тупике Но укрепленный Аплэнт, по-моему, все-таки сыграет на перспективу и сыграет хорошо Так, есть информация о игроке за машиной, но он успел скрыться НБК забирает Кринза Ну, вот-вот-вот она защита французской команды Ну вот он успел скрыться и заставил еще команду Фнатик скрыться прямо на пленте Горе, беда, печаль, шведы, алло Алло, где та игра, которая была на Инферно? Слушай, почему пять раундов так легко берут, а дальше тяжело? Так, и у нас пауза нужна команде НВС Возможно, Кика Кингу, который лагал Кика Кика Кинг Что ж, друзья, тем временем можете писать в Twitter Twitter.com SL4MTV Я даже сейчас туда зайду прямо вот отсюда, потому что делать нам все равно нечего Пока идет пауза, мне интересно, зайдет сюда или нет Ого, да, заходит, круто Здесь просто твич посмотреть никак, к сожалению Фоточка Фоточка вообще просто Сгурная Германия веселится После победы, наверное, на чемпионате мира Так, ну и что у нас? Сегодня нам писали, поставь стим на беззвучный, пожалуйста Это не ко мне, это к нашему режиссеру, но он уже знает об этом Так, тормоза придумали трусы или трусы Ну вот именно поэтому В новостных сводках часто мы видим сообщения о смелых ребятах Об откровенно смелых ребятах, которые ездят по встречам Так, вот это интересное сообщение о своем, что за реклама порно-игры Походу мы не досмотрели, кто же является генеральным партнером этого турнира Там, походу, что-то интересное Так, ну и сегодня, кроме анонсов и всякого На-на-на-на-на, нам ничего не писал Так, стрим падает каждую минуту уже три раза 22 часа назад до вчера Это вчера что-то происходило Вчера был просто эпик Просто эпик Ну и на этом, наверное Твой любимый снайпер в CSGO в 1.6 Ответь, пожалуйста, конечно же Мой самый любимый снайпер Это 400 килограммов Я вообще безумный фанат 400 И у Юры тоже, кстати 4.5 Тем временем мы ждем ответа от француза Так, Kio started lagging He just turning off All the pieces at his place Ладно, ждем We are ready Недолго заставили ждать нас французы Ну и давайте смотреть дальше Что там у фнатиков? Тем временем Hi from Latvia Последние три коммента Что делать, если ты мой бог? Вообще вопрос просто меня задаешь Не верь в меня только Тогда все будет хорошо, поверь 4.5, друзья Раунд преимущества За шведами Который сейчас, в принципе, может оказаться Равенством по раунду Если Ну, французы не упорят Каких-то важных косяков Потому что они у них сегодня были Что с Шокси? Ой, Шокси Одного сжег Двоих просто растерзал Киашему выцепляют Как он это делает? Я не знаю, как он это делает Единственная догадка Игрок защиты Перезаряжал Своё оружие И вот только по звуку Олаф Мейстер Другого объяснения я не нахожу Я сразу вспоминаю момент Знаешь, с Кока-Колой Когда смотрю на Олаф Мейстера Вот Он реально скилловый И на лане очень жёсткий скилловый Я помню, на Старладе Камп проявил на себя Кока-Колу Это на него вообще никак не повлияло Дело просто в том, что у него На каждом турнире происходит фейл с Кока-Колой Ну, даже называют Мистер Кока-Кола фейл Ну, поставят бутылочку рядом с собой А потом А потом просто Пауза на 10 минут Ладно, шутки шутками Фнатик берут девайсы И пытаются сейчас выйти в укрепление На центре Либо это была попытка подсадиться Пока непонятно О, как же Олаф Мейстер промахнулся Но, тем не менее Джей Ви спасает ситуацию И самого главного злодея команды Тим НВАЯС Оставляют в спектаторах 4 в 5 Джей Ви знает о Вентруме Пытается играть дальше против него С медла получает флешку Но здесь Агрессия более чем оправдана Флешка более чем техничная Хэппи все-таки реализовал авик Попыткой сыграть на отлов Хэппи Ну, Фнатик великолепно Они вот Они реально Они заставляют французов думать Они заставляют французов делать постоянные ретейки И на этом просто подлавливают их Вот в самых безумных моментах Ну вот, Хэппи, например, уже поверил Что убив Нит Скорее всего Выход будет под Б-планет И был готов туда убежать, помогать Но В итоге Один Киа Кинг Ну, Киа Кинг сейчас просто может взять раунд Если постарается, правда Флеш сегодня старается Это заметно невооруженным глазом Что там настрелял? 8.09 Ну, вчера было По-моему, вот если я не ошибаюсь Что-то из разряда Ну, 0.19 он вроде точно шел Там было даже 1 1 1.12 Ну, короче, очень-очень плохо вчера играл Флюша Сегодня Гораздо больше получается у шведского игрока И Это, кстати, отражается на результате Ведь, знаете, вчера в атаке взяли всего лишь 3 раунда Сегодня уже 6 И это еще не конец Это, кстати, да Только начало Вот вопрос в том, сколько возьмут французы Но По НВ видно, что они играют либо в полсилы Либо не выспались Либо не готовы просто играть Хотя для них Вот что у них еще сегодня? У них сегодня больше нету матчей Насколько мне известно По идее, да Это единственный матч В котором все-таки постараются Ну, они уже стараются обыграть команду Fnatic Но пока не особо получают Вспомнил старую, нетипичную, неординарную поговорку Вот Жадность Фраера сгубила Это про GV У него залетает дым Ну нет, он сидит и ждет, когда же Вот вчера из-за него они чуть не отдали 2 карты Этот парень косячил как мог Но и убивал, конечно же, как мог И вот здесь, увидев этот дым Если бы он отошел с медла Осталось бы чистое преимущество И шведы могли более комфортно разыграть этот раунд А так они просто сейчас выйдут Либо 2-2 на B Либо 4 против двоих на B плент Но уже в результате И смотри, готов на вентиль А вентиля нет игрока Поэтому абсолютно useless Ну, об этом шведы не знают Но задумка-то хорошая И она, по крайней мере, позволит Понимать, что в данный момент Вентруме никого нет И эту позицию просто не надо чекать Ну, там есть Кика Кинг И Кика Кинг готов кикнуть команду Fnatic С B плентаж Вспомни, как разбирался Яким из-за этого ящика В матче против французов И НВС взяли эту позицию на вооружение Ну, я поздравляю французскую команду Они прочитали раунд своих соперников Причем четко Очень четко Но проблема здесь, знаете, в чем На мой взгляд, они не то чтобы прочитали Fnatic позволили Потому что они никто ничего не делал Под аплантом практически И вот этот весь холд Длиной почти в минуту Он был очевиден Да, был очевиден Что это будет перетяжка на B плент Ну и надо было в идеале Выходить на мидл с поддержкой Пронекса И спальтовать А Но вместо этого вышли в трех человек на B В двух, вернее, на B точно И третьего Третьего просто дождались И он их потушил Тем не менее, у Fnatic есть шесть И если вспоминать вчерашний матч С командой из Франции То Хэппи Части там не было Дабл кейл Третий минус забирает флюшу В живых только Крим Ну и вот тот самый парень Который смог укоротить хэппи Ну, хотя бы наказал на АВП И отправил минус мораль Но я не думаю, что мораль Он поймает с того, что его убирает Тег 9 Все мы знаем, что Тег 9 Самый неприятный пистолет 7-6 7-6, матч продолжается Шведский КС самый инновационный Я бы поспорил Мы еще просто Азию не видели Ну, мне кажется, Азию мы не увидим Еще в ближайшие 2 года Она уже зашла в Counter-Strike Но результаты, мне кажется, придут не скоро Исия будут делать Азию И все будет в порядке Опять же, это будет делать Либо Исия, либо Либо StarLadder Либо Faced На самом деле, вот КСу 1.6 Было там уже дохренища лет 99-го года игра Да Начнем с этого Ну, так вот И когда корейцы или китайцы Приезжали на какой-то лан Они никого не выигрывали Но в плане фишек Они были всегда на высоте Потому что Даже эти Я помню, как корейцы На Дасте 2 подсадились Под Б на дверь Корейцы первая команда Или нет Это были, по-моему, китайцы ВНВ Которые играли на Inferno Не сливая ни раунда Просто Нон-стоп Галилы, Арморы побежали Галилы, Арморы побежали Но проиграли 13-2 По-моему, или что-то такое А вот корейская команда Придумала в свое время Ого Что сейчас было В свое время Вот эту вот подсадку На Дасте 2 На В1.6 Над Б-плантом При том, что подсадка Настолько бредовая Что ее никто даже Не ожидал увидеть Спустя 13 лет игры Но, тем не менее, ее увидели Так Ошибка на ошибке Флюша Опачо Ну и Киашима 2 в 1 Флюша Против Киа и Смитса Бомб лежит В ангаре 25 секунд до конца Ну что Флюша Крадется Но Киа Кинг Отличный тайминговый выпад Потому что у НВ он натренирован Еще в прошлом И я уверен Они его сейчас адаптируют Под новость Во-вторых, команда Фнатик и Кобл А Фнатик просто Вот, они играют любую карту Стрельба безупречная Этого достаточно Чтобы играть Абсолютно все НБК успевает занять Пятачок Отворачивается от флешек И не справляется С двумя игроками На выпаде У Олаф Мейстер И его Гвоздодер Вот я бы его назвал Провал Мейстер Знаете, потому что Не он провал Он провал для вашей команды Для команды соперника Да, да, да Это вот провал Мейстер Дальше работает Но на этот раз Не удается ему выстрелить Туда, куда надо И Киа Шима начинает действовать Под флешек Занимает поездку за трактором В этот момент Кримз Та-та-та Красным Красным оставляет Киа Кинга Ну тут уже, по-моему Тэк-найф Тэк-найн файтинг И О-о-о Ну вот граната под ноги Олаф ничего не слышал Откуда будет забегать Его соперник И это позволило Смитсу С легкостью взять Последний раунд Первой половины Последний раунд первой половины Но жадно Смитса Просто неукротимо Тэк-найн Тэк-найн Надо взять Заберу Заберу, говорит Заберу Чувак, у тебя сторона в атаке У тебя сейчас Тэк-найн Будет каждый раунд Давай Ты говоришь сразу, что Проиграет французу пистолетку Нет Почему? Вторая половина Вот бери Тэк-найн С первого пистолетного Играй всю половину с ним Ну в пистолетке Разве что дропом Нормально смотрится Тэк-9 С армором Тогда действительно Имеет смысл закупать Эту опаснейшую пушку Ну а вот На Эк-найн Тэк-9 Это мейнстрим Так Энви Вчера этот раунд играли Сразу Обращаю ваше внимание На быстрый буст В центре При том, что буст на пассивочку Фнатик задумки Тоже весьма интересные На Б Плэнтиолов мейстер В той самой позиции Где капает капля Капелька Можно ее назвать на капля Джейви Пятачок Киашима Вместе с тиммейтами Будет занимать центр И первые проблемы Могут уже Упасть Или свалиться на голову Команде Фнатик Если Кримс не убивает мейн Точно так же Вчера играли шведы Полностью отдавали мидл И вот 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 Собственно поэтому Они мидл отдают Джейви на дальнее расстояние С П-2000 Два отличных хедшота Шокси и Смитс Даже не понимали Что произошло в этом моменте Французы 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 Ну вот Ну ребята Ну 10-6 бы было И просто сладко Можно было потом Показывать Хобблстоу На той и другой команде Но у шведов По-моему сегодня По-моему шведы Торопятся сегодня На деревенскую дискотеку И 9-7 Ну 2 эко И вот он Так на Никаких эко Никаких эко Волевые бай Это же Это же инвай Ну на второй раунд Конечно Смысл то просто Какой там делать Полный эко Если бомбы не было Что ж 9-7 Справятся ли шведы С волевой закупкой От французской команды Вот чем вопрос Вчера мы видели Раз 5 Когда Одни проигрывают Пистолетку Вторые берут эко В ответ Другие закупаются И так же берут эко Ну и так Короче раз 5 Ну смотри Опять со всех сторон И просто НБК Гвоздодер Продавили Благо Лофмейстер Справляется Со смитцем Потому что Вот если Этот Короче Все Вот каждый раз Одно и то же Шведы раз за разом Наступают На одни и те же Грабли И эта палка Просто бьет По голове По моему Они не на грабли Наступают На гвозди Не Я боюсь Что несовершеннолетние Зрители Неправильно поймут Поэтому Не буду Озвучивать То на что Они наступают Ну и В общем то Энвис Берут себе Спокойно 10 раундов Опять же 3 раунда Преимущество И Попытка Дать потом Контроль Настрогаешь По счету Посмотрим Опять же Посмотрим Денег У шведской команды Нет У французов Более чем нужно Если сейчас Не сейвит Олаф Нет Засейвил Все-таки Свой фамас 2-2 Остается Ну и Шведам Сейчас Надо показать То же самое Да 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 Простая закупка Должен залететь Еще скаут Если Нет Скаута не будет Денег не хватает Да Есть два фамаса Первый Вторые арморы Чуть-чуть Раскидки И Посмотри Что у французов В стеке Просто Боже мой Они остаются Они понимают Что вот Закупи оружие Шведы с пистолетом Их перестреляют А вот Пистолеты против пистолетов Это всегда 50 на 50 Итак Поджим Хэппи все слышит И Кто кого Отеп Отеп В равных условиях Были игроки Красавчики Просто оба Спортивное поведение В этой модели И Мы видим То что Все-таки По-честному Решили решить вопрос На ножах Ситуация 3 в 3 Тем не менее После размены НВи занимают Аплэнд Бомба остается лежать Под бустером На Террис Пе И это по-моему Единственный минус Этого раунда Шведы не знают Вообще О том Что бомба Находится Конкретно там Так На медле Продолжаются драки Так У Кэкинга Уже большие проблемы 1% здоровья Он по-прежнему Пытается донести бомбу До пунта И у него это получается И как его отпустили Я даже не знаю Ой-ой-ой-ой Да Промансовали Все красиво Все красиво У французов Вот Прически красивые Играют красиво В опасной ситуации Ну и 3 в 3 Выход на перекрестный огонь Но Ну Эко в ответ Что еще могу сказать Шокс 1 против троих Шведы окружают Со всех сторон Бедный Шокс Мансует как может Вот почему Когда французы Встают в перекрестный огонь На них выходят шведы Перекрестный огонь Они просто не стреляют У них что Пальцы отсломались Что ли Да короче Тут просто фишка Взять Эко А вот то что сделал Хэппи Это называется Подарил Джи Ви Полторы тысячи Бонусных долларов Киашума конечно В прошлом раунде Сдал игру по сути Ну вот он должен был Остаться на тачке И не пушить вообще В центр А так был подловлен На ноге Что ж 10-8 Два раунда преимущества Для команды Энвис все еще сохраняется Они делают так же Львиные львы берут Львиный Львятный бай И будут пытаться Играть теперь уже От АВП Ну вот по идее Кстати АВП Шокса Будет практически Непредсказуемым Ну и в общем-то Непредсказуемость Шокса закончилась Ну вот не реализует Шокс свою непредсказуемость Ну как же так Шокс Джи Ви Опять таки же Нагло Агрессивно пытался Разыграть позицию В медле Шокс его увидел Но промахнулся Ну и теперь Козырь команды Из Франции Растайл На наших глазах Так ну что ж Джи Ви Ну это вообще Уже без шансов Как-то по нему Еще выйдут Пытаются добить Он уходит Но со второй попытки Смит справляется 4 в 4 Мидл открыт Но 56 секунд До конца раунда Это без конкретика В действиях И мидл Это не самая главная Точка на этой карте Друзья Несмотря на то Что ключик к любой защите Лежит через него Но Но это не даст Два это кэш Здесь еще есть Дурум Здесь есть Сиклетрум Куча всего Но самое главное Что есть в живых Аллофмейстер Команды Фнатик Так это точно плюс Скайпи Так ну вот и Шокс По-прежнему жив с АВП Не могут этим Похвастаться Фнатики Ну и как будут Оформлять это выбивание Шокс Никак они не будут Его оформлять Шокс будет оформлять Команду Фнатик При попытке выбивания Наверное так И оформлять Оу Оу Смотри Тачку забрали По ноге попали Но тема в том Что обе Оу Оу Как же так Римс Красный Но все же забирают Как Хэппи Так и Шокса 10-9 Опять смотри Был перекрест на огонь Французов И снова никто не стреляет Вот почему-то умирает Именно тот тип Который должен быть Первым премейдом И в итоге 10-9 Бедняги Энви Соберитесь 2-3-2-8-3-6 Тут точно нужно Не покупать Арморы и гранаты Потому что Ну просто Просто потому что Уже не нужно Нужно накопить денег Отдают снова До ничьи Напомню вам Уважаемые зрители Что счет на первой карте Был впечатляющий И неожиданный Потому что Вчера мы ждали Овертаймов Если бы играли Инферно Точнее мы их не ждали Мы просто Их наблюдали Две карты Сколько? Пять серий Овертаймов На оверпассе Три Трижды Были назначены Переигровки И на карте Кэш Дважды Вопрос только в том Вчера французы были? Не знаю Что делает Это ловмейстер Сначала по голове Пронекса Потом просто По всей французской команде Прошелся Фломастер Забрал практически Всех живых Только Смитц У него наверное В голове Одна мысль была Что они там Все в дыму встали Вот кинули дым и вышли Тайф пятером Только Смитц Только хардкор Но здесь не везет Смитц упор не убил Дальше 10-10 Друзья ждем бая От французов И Самый важный Оружейный раунд Для команды из Франции Если они в нем Проигрывают Они снова теряют Экономику Даже не снова А вновь Ну а потом Их спасут Только пистолеты Но как мы с вами Убедились Команда Фнатик Готова их принимать Ну по-моему Вчера все-таки Шведы были Чуть-чуть не в себе От того что Позволили довести Игру до овертаймов И отдавали Нищую первыми Сегодня у шведов Совсем другой КС Тем не менее Пронакс Отдается Отдается Но красным Оставляет Смитса И граната Кримза его находит А три игрока Дальше идут Просто на Б Плэнт Будут пытаться Зачекать Винтрум Может быть конечно Попробуют сыграть гибко Кстати было бы неплохо Сейчас подсадить Кого-то туда А что у Фнатик на Б У Фнатик на Б У Фнатик на Б У Фнатик на Б Глубокий диффенс Два игрока У Фнатик уже почти Вся команда На Б И там Саплент Кто-то поджал Да Да Это Вексел Который Который говорит Оу привет парень Шокси Ты спину смотришь Так что там Мид идете ребят Окей А меня будете убивать Ну давай О здорово Здорово Привет И только НБК Сопротивляется Добра Волосмейстера Но нагле Джей Ви Делает третий минус И выводит Свою команду вперед 11-10 Что вообще С французами происходит Это не КС Это даже не польский Оскар Это даже не как Виртуз Прос играть Да Это вообще Какой-то театр драмы И мини-комедии Они будут сегодня работать Они же ведь Профессиональная команда В Counter-Strike Или сегодня у них Нет желания Выигрывать у шведов 11-10 И я пока не вижу За счет чего НВ Смогут Одолеть Фнатик Шокси Вот это выпус Зигва Без шансов Для Кримзона Но граната Оуэвмейстера Тут же находит его Ну вот Четко все Фнатик Барный прием Прям как фигурное катание Еще одна граната И снова минус Бомбкэрри Оуэв загоняет Последнего на планте 12-10 Фнатик уходит В отрыв И Найс Шокс Пишет Кримс Ну Шокс Конечно да Там дал БК И 2 ВП Французов НБК расстроился И берет АУК Это какая-то Невероятная Беда Вот Серьезно Что ж 1 ВП идет С респауном Подай НБК Оставляю 3 АВП 3 АВП 1 АУК 1 АК Ну У шведов Было максимум 2 Вот тут 3 АВП решили сыграть Французы И Шокс Сразу говорит Что не даром Это сделали НБК АУК реализация На максимум Минус Флюша 4 в 3 Минус девятка Ну вот опять же За счет одного Упенфрага НВ сразу оказались На Б планете При том что Не дали даже Фнатик Не дали даже Шансов нормально Разменяться И продолжают Доминировать Почему не сыграть Быстрый раунд На первом девайсе Но почему нужно было Тянуть резину И пытаться Пытаться хитрить Играя типа красиво Минус 1 АВП В стеке 3 в 2 ситуация И это рабочий момент Для шведов Но НВ вряд ли Подпустят сейчас Пронекса Поближе точно А вот Ого Прощай НБК 1 в 2 Остается Товарищ Пронекс Но без тиммейта Он уже здесь Просто безопасный И не знаю 100% фраг Для французского коллектива 11-12 Раунд Преимущество За командой Фнатик Ну и экономика Собственно говоря Снова упала У трех игроков Точно 5 Так 6900 Остается у флюши 4400 Остается у Джей Ви Он играет этот раунд На АВП У французов Которые потратили В том раунде 16 плюс 17 тысяч Потратили на 3 авика Остается всего лишь Одно АВП По value Они закупаются 30 тысяч Против 25 50 на 50 Начало положено Снова размен на центре Но размен не в пользу Команды Чьей-то 4 в 4 Ну всегда размен В пользу Атакующей стороны Как я уже говорил Появляется просто Дырка на карте Которую Надо кем-то перекрывать Ну вот Джей Ви пошел И стал той самой дыркой Которую не перекрыл Так Пронокс туда же Ну все Плэнт абсолютно чист Если Вот как только Французы это поймут Должны Моментально туда стянуться Исходя из логики Юры Я понял что Фнатик это Чемпиона Троидырия Игра такая Троидырия В троем стрим на миде И пропускаемся И мы большая дырка Большая Нет Три дырки Две из них большие Одна Одна не очень Одна Пронокс Он капитан Ему можно Так Ну что Кримс Свой минус сделал Забрал Киа Кинга Кримс Чужой минус сделал Это уже Два в два Господа Бомба ставит Снаплин Те что Неужели доведут Д Два в четыре Только что За считанные секунды Французы растеряли Все свое преимущество На шок СВП А это Смитс Смитс СВП Ну Смитс строгий Поэтому здесь Слишком Слишком детко звучало Типа Шок СВП А это Смитс А это Смитс Ну на самом деле Смитс очень опасный Он строгий Вот Смитс работает СВП по полной Смитс играет на строгачах Всегда Но здесь А вот это было лишнее Позиция Шокса Неизвестна Что ж ты делаешь Привет Говорит Шокс Прыгай дальше А я Заберу 12 раунд Что ж Едва-едва Команда Фнатик Смогла оторваться По счету От своих оппонентов Из Франции Как тут же НВ начинает Наступать на пятки Кстати если бы А вот здесь У меня есть вопрос Большой вопрос Вообще огромный К Флюша А как так получилось То что чувак С тачки видел То что занят Либо мейн Либо трактор И Флюша просто потом Нет Бомб на бэб У команды Фнатик Ребята из Швеции Команды Фнатик Парень просто пытается Пагубно сказывается На результатах На результатах Команды Фнатик Проявил Шаги Джеспер Ооооо Где лежит пуэнт Живи Обязательно Игорь готовил И все Тайминг для занятия Ретейк позиции Пронакс Уже в пятачке Флюша ждет Право-лево Есть один сверху Ну и Чеки хайт Нет Нет И Крымс Наш Два минуса Красным оставляет Минуса Джейми его добирает Хэппи погибает 16-14 ГГ Опять 2-0 2-0 Гранд финале Друзья Ну и главный приз Забирает команда Фнатик Поздравляем шведов Они выиграли По сути В двух сериях Было три своих оппонентов Из команды Энви В двух игровых днях Подряд Итого 4-0 А вот французам Стоит серьезно задуматься Потому что Если так пойдет и дальше То тенденция Выглядит очень печальной Что ж, друзья Ну и на этом Мы с вами прощаемся Завтра, напомню Будем смотреть Матч Старладера Ну и песня Как и обещал Про ту самую Олю И в общем-то В общем-то